Ну типа всем хай! Ну, в плане привет! Знаете, я посмотрел тут несколько обзоров Все с удовольствием фотографы рассказывают про оборудование, на которое они снимают И прям, богато живут люди И думают о чем хуже Ну да, пускай я понищеброднее, но люди же должны знать тоже А на что же снимаю я? Конечно, большинство просто насрать на что я там снимаю Потому что, ну блин, какое, блин, в принципе, мое собачье дело, чтобы люди знали об этом Но формально все-таки соблюсти традицию надо Итак, в сегодняшнем нашем видео мы обсудим, на что же снимают фотографы-нищеброды Классика жанра У каждого настоящего фотографа, даже если у него нет денег, есть рюкзак Ну или, по крайней мере, сумка И не просто сумка, с которой он ходит там, ну, в магазин за продуктами А специальная фотографическая сумка И желательно, чтобы на ней была вот эта вот надпись Allola Pro Ну, особенно приставка Pro, она как бы намекает, что чувак не просто так пошел погулять А он профессионал Свою я, естественно, купил в лучших традициях с Китая, с Алиэкспресса Ну, откуда же еще брать, если хочешь сэкономить Шита она была добротная Конечно, я не знаю, сколько уже лет, она все-таки достаточно подручная Я ее там на пол бросал, ногами пинал Замок в итоге, одна собачка сломалась Раньше она так кайфово расстегивалась в обе стороны Теперь расстегивается только в одну сторону, а в другую она разъезжается Но это не важно Есть вот эти вот еще У меня прекрасные съемные сумочки Они тоже компания Allola Pro Но они от сумки Magnum Magnum Magnum, да, Magnum Magnum Awe или что-то типа в этом духе Короче, у меня сундук такой большой еще валяется Я в нем сейчас дрель храню, потому что он весь поизносился, весь поизорвался В свое время я его с рук купил у одного замечательного фотографа Он что-то так расщедрился и с барской руки мне не задорого его продал Хорошая сумка, но в конец задрочилась И я сменил ее на этот рюкзак, который тоже уже в конец измахатился Ох ты, прошу прощения, кто-то меня хочет Продолжим после рекламной паузы Так, итак, я вернулся, на чем мы там закончились А, да, я что-то нам рассказывал А, рассказывал про эти вот сумки на Тиранике Ох, ладно, второе, второе оцеплю, расскажу Я же их не просто так для красоты таскаю Это, короче, типа модная фишка Богатые фотографы пользуются всякими зистанг Там вот этими, знаете, нацепят карманы туда, объективчики складывают Ну, а я в лучших традициях нищеты О, у меня, кстати, зажигалка здесь есть Клево Смотри-ка Я в лучших традициях нищеты использую эти вот сумочки для той же самой цели То есть я беру себе так вот, раз, с двух сторон На свои брованые штанишки одеваю И сюда скидываю то, что мне надо под рукой Там, батарейки какие-нибудь Объективы я туда не ложу, почему? Попозже поймете, почему я, в принципе, туда объективы не ложу Хотя мог бы Вспышки иногда засовываю, когда с камеры Ну, снимаю на улице, она мне не нужна Но скоро потребуется, чтобы в рюкзак ее не таскать Я их сюда напихаю Короче, удобная штуковина С удовольствием пользуюсь А рюкзак тем временем валяется где-то, как правило, в машине У молодых там или в другой колете, в которой меня возят Ну, это с точки зрения свадебного фотографа А если просто фотографа, то, наверное, тогда я их с собой не беру Потому что смысл На горбу все равно все таскаю Да, всю эту хрень я таскаю на горбу Потому что до сих пор, к сожалению, не обзавелся рабом, ассистентом Ну, не хватает денег, еще не накопился на личного ассистента Так, чумазы какие-то замастолы чем-то Так, ну, тут что, уже, конечно, какие-то вот эти штуки поломались, подломались Это вот от сибирских морозов минус 30 Когда начинаешь педали нажимания, они все лопаются Поэтому болезнь такая, в пластмассы Так что те, кто живут в Сибири, вы ее не защелкиваете Пускай так вот висит Хотя, че, я вас учу, сами все знаете Так, че там у нас, значит Ну, начнем, наверное, сразу в потрохание полезем Или давайте полезем Единственное, вот эту вот крышку сейчас распакую Че у меня здесь есть? О, вот такая хрень Ну, это типа, знаете, когда вспышечку сюда закрепляешь Сюда вот Мобильный софтбокс 60 на 60 я с собой таскаю Ну, не всегда, кстати Это я так для видео сюда все сложила На самом деле беру только в тех случаях, когда вот Планирую что-нибудь постробить софтом В этом случае беру Ну, если там кто-то на халяву поассистировать мне соглашается Или за небольшие деньги Потому что самому одновременно что-то и держать И фотать Ну, сами понимаете Иногда, правда, можно эксплуатировать гостей на свадьбе Ну, если особенно их такой идеей зажечь Что они делают какую-то, блин, прям Очень полезную вещь для молодых То есть, ну, на самом деле объясняют Что там картинка будет симпатичнее Вообще-то всех здорово выручишь Ну, они прям нормально Так, вот такая штука у меня есть Ну, я думаю, у всех фотографов есть Кто-то носит, кто-то не носит с собой Так, что у меня здесь еще Алло Так Зарядник Да Аккумулятор для камеры Потому что, наверное, порой Ну, редко были такие случаи Что прям мне не хватало на весь день Ну, блин, все равно Чтобы, знаете, не попасть в такую ситуацию Когда, блядь, все село И такие молодые Или там просто такие А типа, а что вы не снимаете А не, или ходишь там с фильмом Типа снимаешь А на самом деле Все село Ну, так вот Поэтому По той же причине Есть вот такой Саньо Экспресс-зарядник От Энилупов Вместе с Энилупами Я покупал в свое время Достаточно хороший, кстати Зарядничек Вот, его я с собой тоже беру Потому что у меня Из кучи-кучи комплектов Энилуп Осталось совсем-совсем мало Надо, кстати, еще будет Озаботиться Картридер Потому что Мои камеры используют Тип карточки Компакт флэш Который там никуда Просто так не засовывается Ну, картридер я с собой Регулярно не таскаю Иногда беру Иногда не беру Для видео Я его положил в рюкзак Типа похвастаться Смотрите Вот Хоть и беден Картридер у меня есть Транссендовский Кстати, я его как купил Еще, когда у меня был Как бы не Кэнон 450D С тех времен Я вот этот картридер Эксплуатирую Вообще все Мне нравится Так Ну что Тут, кстати Само по себе Вот эта вот Гурящая Настройка Над рюкзаком Очень вместительная Сюда без проблем Залазит какая-то верхняя одежда Особенно Осенью Или еще что-то Когда Осенью, весной Когда непонятно То жарко То холодно То оденешь Одежду То есть Снимешь одежду Или в ЗАГ заходишь Там Чтобы в общей раздевалке Короче Не париться В свою какую-то Легкую куртку Сюда Короче, круто А так А теперь перейдем Что же у нас Собственно Лежит Внутря А что же Снимают Такие нищеброды Как я Ну Он у меня Не скажет Чтобы плотно забит Не знаю Видно Что-то не видно Короче Вот У меня есть Аппарат Вот Такой вот Полнокадровый Прикиньте Первый пятак Пятак Вот он Пятак Первый И у меня есть Как Ну почти Как у богатого человека Еще один пятак Второй Но в плане Не то Что это 5D Mark II Это тот же самый Первый пятак Просто он второй У меня есть Первый пятак И второй пятак Поэтому Когда кто-то У меня спрашивает На что я снимаю Я говорю На первый пятак И на второй пятак Я спрашиваю А что там Ты себе Третий не купишь Или четвертый Я говорю Блин Во-первых Денег не накопил Чтобы еще Третий пятак Купить И четвертый пятак Купить Во-вторых И оптики У меня столько нет Я же сразу Одеваю По объективу Туда и сюда И Потом вот так Вот снимаю Вот Когда я их На что-то Поменяю Не знаю Наверное Никогда Наверное До старости Буду на них снимать В принципе Всех все устраивает Меня устраивает Заказчика устраивает Ну Конечно Некоторые Недоуменно Смотрят Колени Такие Чувак Раритет Какой-то Там прям Вообще Пиздец Купи хотя бы Второй пятак Третий Уже доступен Ну Блин Видео Если бы хотел Снимать Я хочу снимать Видимо Но для видео Я таки не хочу Для видео Я хочу Для видео Купить себе Что-нибудь Такое Попроще Намного А для фото Мне вот это Все устраивает Более чем За глаза Вот Два таких Славных Чудных пятака Разумеется Запасные Аккумуляторы Все уже давно Не оригинальные Это БП511 Все Китайские В камерах Китайские И эти Запасные Китайские В принципе Хватает Я их тут Прокорябал Пронумеровал Ну Чтобы как-то Каруселить По очереди Что еще Есть в рюкзаке А Да Вспышки Вспышки Оригинальные Кэноновские Хоть и нищеброд Но До Китая Еще не опустился Но 430 EX2 Обе Сначала У меня Когда-то Была одна А потом Я купил Себе Еще одну Одна Уже в ремонте Побывала Там Лампу Поменял Другая Вроде Как Еще Так Пашет Ну Что Нормальные Пыхи Я не знаю Может быть По мощности Они и уступают 580 И 600 Тем паче А так Во всем остальном За глаза TTL Отрабатывает Корректно В ручной Режим Меня устраивает То есть Подсветка Автофокуса Работает Что мне Еще От них Да Ни хрена Больше Не надо Пыхают И пыхают Вот Две Таких Вспышечки Менять я их буду Ну буду Наверное Когда-нибудь Когда они Совсем Подохнут Ну А что тут Дохнуть Тут Дохнут Только Лампы По большому За счет Лампа Сдохла Дешевле Пойти Поменять Лампу Дальше Дальше Работать Так Добрались До сладкого Что у нас Здесь В качестве Сладкого Объективы Ну Я думаю Наверное Узнаете Нет Это не полтинник Это не полтинник Не 50 1.4 И там Это 85 1.8 Кэноновский Конечно Сейчас я Скорее всего Скажу Что я не хочу Себе 85 1.2 Потому что Он тормозной На него Невозможно Что-то снимать Или там Я не хочу Себе 135 Кудваной Потому что Блядь Она такая Длиннофокусная Надо далеко Отходить На общие планы Кричать Там Обними Невесту Обними Ну на самом деле Вы же понимаете Что-то пиздешь На самом деле У меня просто Нету денег Чтобы купить 85 1.2 Или купить 135 2.0 И поэтому Я уже на протяжении Многих-многих лет Снимаю на 85 Причем Это у меня уже Третья 85 Именно такая 1.8 То есть Первую я брал Ушатал Вторую я брал Ушатал И вот уже Третья Тоже постепенно Рассыпается Ну не потому что Кэнон их плохо делает А потому что Некие Рукожопы Рукожопы Лежу по руке Рукожопы Рукожопы Слышал хорошее выражение Их иногда роняют Понимаете Они Блядь Пипец как не любят Падать Вот А чтобы вот этот Малыш Выглядел как-то Достойно И совсем уж Меня не компрометировал Как конченого Какого-то Нищебродского Фотографа Так На Алиэкспрессе Я купил ему Металлическую Резьбовую бленду Фильтры я не признаю Никакие защитные Не накручиваю никогда А Смотрите Какая красота Сразу Плюс Я не знаю Плюс 50 Солидности И плюс Лапами туда Теперь Сложнее залезть У меня еще Болезнь такая Когда я Без чего-либо Без бленд Юзаю технику Она вот у меня висит Я чуть брать начинаю И постоянно Своими крагами Туда вот залажаю Лапу и линзы А теперь Она любо-дорого Смотреть Кстати В этом году Приобрел Ну не в 2018 В 2017 В прошлом Но сезон Уже как бы С нее отбегал Снимал На самом деле Фактически Она для 85 Ни хера Ни на что не влияет Потому что 85 Она и без бленда Замечательная Контрастная линза Она не ловит Зайцев Там Ну ничего с ней Такого Криминального Требующего бленды Нет То есть Но Тем не менее Использовать я это Делал начал Сейчас мы ее Оденем На фотокурат Согласитесь Шикарно выглядит Сам себе Такое же захотел Так Давайте посмотрим Что у нас тут еще есть Ах Ну это когда мне Хорошо жилось Были времена Богато жил 35 К 1.4 Сигма Арт Я на нее дрочить начал Когда еще Вот только они появились О Это ко мне Опять Извините Что Пошла запись Да Стоечки с Китая Приехали Курьер приходил Но это Совсем другая история Поэтому Ну и видос Я уже про него снимал Так А на чем я остановился Кто мне напомнит А На сбор полет Так Так вот Давно я ее хотел И в итоге Тужился Тужился И купил И прям ни грамма Не пожалел Все Линза мне нравится Все С ней хорошо Конечно Тоже она у меня Уже подушатался Но я ее не ронял Болт берегет ее Или я там Как-то чувствую Что Уж совсем-то Зарываться не надо И дорогие вещи ронять Все-таки Второй раз Может и не куплю Потому что не хочу Ну Сами понимаете Сами понимаете Что Деньги я проедаю Только в путь Так Тоже Сразу Бленду Сберег Коробку Я кстати Куда-то дел От нее Вместе с этим Чехлом Где-то должна валяться Может выкинул И вот Собственно Почему мне не надо Нигде хранить Мои Объективы Ни в каких сумочках По бокам Их не распихивать Потому что у меня Всего два Объектива 35 Миллиметров И 85 Миллиметров И собственно Вообще Все на свете Что мне приходится Снимать Я снимаю Вот так На две камеры На два этих Объектива Хватает ли Ну Не всегда Иногда бывают Конечно моменты Когда Что-то надо Либо более широко Либо что-то длиннофокусное Но Короче Либо в аренду беру Когда уже там Совсем специализирована Какая-то съемка Я понимаю Что на этом наборе Я никак не выйду Из ситуации То приходится брать А так В целом Но это так редко бывает На самом деле Что в большинстве случаев Мне вот этого Вот хватает Да Несмотря на то Что я снимаю На две камеры Я не богатый Фотограф Был бы побогаче Купил бы себе Вот эту кожаную сбру И бы повешал Две камеры Там с моим логотипом С выдавленным Деревянную бабочку На шею бы одел Еще какие-нибудь Аксессуарчики Может кожаный рюкзачок Был бы модный Заказал От этих же Ну там Кожевинных дел Мастеров И ходил бы Как вот БДСМ Вот эти всякие Ремешки на них одеты Которые Вот Но Нахрена Повешал Одну камеру На одно плечо Повешал На другое плечо И все И ходишь Снимаешь Удобно Ли Да в общем-то Не знаю уже Именно в таком Вот манере Я уже наверное Год третий Или четвертый Снимаю Когда у меня Две камеры Появилось Постоянно Раньше Когда-то Когда единица была Я не парился На одну камеру Снимал Вот Что там Кто там Булькает Ну ладно В общем Вот такое вот Дело Тридцать пятка Очень удобная Я часто снимаю Ею не только Общие планы Но и более крупные Какие-то Такие Даже порой Именно Так вот Горизонтальным При горизонтальном Кадрировании Даже снимаю Какие-то Плечевые Такие кадрики То есть Они такие Получаются Жанровые Такие Что-то такое Киношное Особенно На открытой диафрагме Когда Винетирует Прилично Хорошо моет В общем Ништяк Ну а на это Я снимаю Все что не снимаю На 35 Я снимаю Соответственно На 85 Это портреты Портреты Какие-то Какие-то Может быть Репортажные моменты И в том числе На банкетах На каких-то событиях То есть Там где хочется Что-то покрупнее Выдернуть Ну конечно Приходится много бегать Ну Если бы у меня был 70-202,8 Я бы там стоял бы Спокойно на месте Шаг влево Шаг вправо А так приходится Больше бегать Но из этого Получается больше плюсов Знаете почему? Потому что Получаются всегда Разные ракурсы Разные точки съемки То есть Когда ты стоишь на месте У тебя все кадры Одноплановые Ну не одноплановые Разноплановые Но видно Что ты не перемещался Что все С одного угла Или там Когда у тебя более Короткофокусная оптика Ну 85-ка На полном кадре Ну типа У кого кроп Как полтинник 50 мл То есть понимаете И не широко И не узко То есть Как ты хер поймешь как И все равно С нее приходится бегать Хочешь покрупнее План взять Тык-тык-тык Подбежал Снял Хочешь более общий Тык-тык-тык Отбежал Кто-то что-то повернулся Вот Можно оббежать Зато Ну более оперативно Чем например Со 135-кой Можно кого-то Оббежать И снять С другой стороны Потому что Со 135-кой Бегать придется Значительно побольше Радиусу Кто понимает О чем Здесь ты более близко стоишь Но и бегать не меньше То есть Ты более оперативно Можешь менять Углы какие-то обзора Углы съемки Точки съемки Так Что у меня еще есть Ну У приличных-то фотографов Есть еще макрообъектив Да Ну Предметочку Ну я сам люблю предметку Могу пощелкивать Ну а у неприличных У тех-то победнее Есть Макрокольца Которые поддерживают Автофокус Но это не важно Автофокус на макро Можно и руками крутить Куда как важнее Что они поддерживают Работу диафрагм Диафрагмирования Вот Вот это вот уже Более важный момент Вот такой вот Недорогой комплектик Для нищебродов Состоящий из Трех колец Все три кольца Я редко использую Как правило Использую Вот это вот Среднее кольцо Когда колечки Вот он прям вообще Ну ура Иногда вообще даже Даже еще того По одному кольцу Либо-либо-либо Выбираю В зависимости от масштаба Вот Такая штука Полностью меня устраивает Работает Все с ней прекрасно Чернение конечно Внутри у нее не особо То есть Все пластик Фантастик Но особо не бликует Как бы Так Что еще у меня есть Ну 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 Конечно же Есть Аккумуляторы Кто-то пользуется Батарейками Например Там я не знаю С этого С Икея Да Там понакупят Тонну этих батарей Околайновых И просто их там Отсняли Вытряхнули Выбросили А я что-то так Повелось Там где я жил До этого Там Икеи По мини не было Поэтому приходилось А батарейки Какие-то Обычные Алкалайновые Они стоят Нифига не дешево Хорошие Поэтому приходилось Мне закупаться Не лупами Еще у меня было Пять их комплектов Сейчас три Четыре Четвертый у меня Где-то распотрошен Когда-то установлены Один у меня комплект Сдох благополучно Вернее даже не целиком А сдох там Сдох там один аккумулятор Из четырех Но уже Пользоваться нельзя Так могу сказать Что да Конечно Хорошая штука Долговечные Высокий ток отдают Ну и вообще Что про них рассказывать Про них писано Переписано Короче Я думаю Все кто Переходит на аккумуляторы Они переходят на аккумуляторы ЛСД Типа да Ну которая вот эта Без эффекта памяти Там бля-бля-бля-бля-бля Так Что еще есть Ах да Вот радиосинхронизаторы Они нужны Когда я как раз хочу Нашу пыху Куда-нибудь засунуть Сюда Вот и попыхать Дистанционно А вот это вот Радиосинхронизаторы Для относительно Богатых людей Поскольку они Поддерживают ЕТТЛ2 Они поддерживают Ну ЕТТЛ ЕТТЛ2 Они поддерживают Скоростонную синхронизацию Сейчас там батареек нет Поэтому Как пустышки Вот На пятаках Конечно Использовать их Неудобно Почему Потому что Видите У них нет Никакого экрана Дисплея И вся настройка Ихня Например Хочешь ты по первой Или по второй шторке Или в М режиме Поснимать Все происходит Через Подразумевается Что должно происходить Через меню камеры То есть заходишь В меню управления Внешней вспышкой И там ты все должен крутить Потому что Вот именно Вот с этими синхрончами Когда я их ставлю На пятак На первой Вспышка работает Только в ЕТТЛ Только с Высокоскоростной Синхронизацией По первой шторке Все Только вот так Она работает И какие бы я настройки На самой вспышке Не менял После полунажатия На камере Все сразу сбрасывается И переходит опять В ТТЛ Высокоскоростную Синхронизацию По первой шторке Слава Богу Из камеры Из камеры Я могу делать Хотя бы коррекцию Вспышки То есть плюс Минус Две ступени Вот это и спасает Вот Пользуюсь периодически Но Уж если быть до конца честными Как настоящий Нищебродный фотограф Пользоваться я должен И пользуюсь зачастую Особенно Если погода Пасмурная Если мне не нужна Высокоскоростная Синхронизация Если я хочу Полный контроль Над вспышкой Иметь В режиме Я пользуюсь Вот такими Простецкими Триггерами Которые Никакого ТТЛ Не понимают Они просто Поджигают вспышку Где-то на Одной Сто двадцать пятый Одной Сто шестидесятый Синхронизируются Без проблем В зависимости от Заряда Батареек То есть Одну двухсотую Не выдают Все-таки Там уже Что-то не то происходит Хотя Камера может Синхронизироваться На одной двухсотой Но что-то дело В синхронизироваться Видимо Вот они простенькие Работают на частоте 2.4 ГГц Прошибают Там где-то До ста метров Ну я проверял Далеко Уходил Пыхает Нормально То есть Вот это Мои любимчики Вот это я люблю Если домашнюю студию Какую-то мутишь Там софтом Что-нибудь Поставил на стоечку Вот Для дома Там На обычной X-Synchro Работать Надежная Железобетонная Вот Еще надо будет Кстати докупить Что Рюкзачок у меня Почти что Я опустел А Ну да Разумеется Куча карт памяти Самых разных Там Восьмерки Шестнашки Разных скоростей То есть Все это Я заметил Короче по себе Чем больше я беру На съемку Карт памяти Тем больше я нащелкиваю Фотографии Надо себя уже как-то ограничивать Вот реально Когда их было меньше На две штуки Я их снимал Меньше на тысячу кадров Когда их стало больше Я их снимать стал больше То есть Сколько карточек не бери Я все их забиваю Вот такая вот болезнь Это наверное Какая-то Это наверное лечить надо Что еще Носят фотографы Носовой платок Ах нет Это не носовой платок Это гламурный платочек Для протирки оптики И стекла Это так называемая Безворсовая ткань Здесь написано Digital Fox Покупал я ее Лет 10 назад Стираю С детским мылом Сушу И она продолжает работать Очень рекомендую Клевая штука Наверняка в ДНС До сих пор продаются А, да С обратной стороны У рюкзака Есть здесь Дождевик Вытаскивается Иногда он выручает Потому что погода порой Такая бывает Что без этого промокает Все С этой стороны Что у меня есть С этой стороны О Знаете что это такое Это типа Такая вот хрень Которая одевается На эту хрень Типа О Нахрена она нужна Не знаю Ни разу не пользовался И с собой не носил Это я так просто Поглумиться На доме засуду Потому что все настоящие Трушные фотографы Деды так сказать Еще так делали Поступают вот так Они берут любую хрень Которая попалась К ним в руки Одевают При помощи резинки От трусов Эту хрень На вспышку И Фотают О Ну и этим я не пользуюсь Не знаю Мне как-то хватает Бить от потолка От стен Поворачивать рефлектор То есть Не знаю Как-то не сталкивался С ситуациями Когда у меня были Такие уж сильные Когда я в потолок светил У меня были сильные Панды такие Прям Ну то есть Тени от век От верхних То есть Чтобы у людей Может быть конечно Надо Стоит попробовать Я сразу Вижу разницу Что пишите там В комментариях Но я как-то пробовал Мне показалось Что вот с этими Лопухами Слишком плоский рисунок Сразу становится Что все-таки Рефлекс очень сильно Идет от них И слишком плоская картинка Такой Слишком фронтальный Свет забивает Ну может мне так кажется Только Что у меня здесь есть еще О Лайт диск Отражатель С одной стороны Серебряный Который дает Более такой Жесткий рефлекс И на более дальнее расстояние Особенно в солнечный день Как наведешь И на его накануне Они сейчас морщатся Как бы наверное Солнце в глаза светит И с другой стороны Просто белый Он дает более мягкий рефлекс Его надо Разумеется Ближе подносить К нашей модели Чтобы эффект какой-то Почувствовался Но он не слепит И тот и другой Не искажает баланс белого Что серебристый Что белый И в принципе все Просто есть еще Золотистые поверхности Я никогда не понимал Зачем они Может быть конечно Фишка какая-то появляется Особенная Но потом Если с золотистым рефлектором Слимешь И баланс белого По лицу Будешь выводить Весь задний план Вываливается В холодное Ну с другой стороны Получается Такая Типа Может комплементарная схема Такая Типа Желтые лица Ну или там Не желтые Теплые лица Холодный задний план Типа Синя Желтые Ну не знаю Может быть Конечно Вот эта шляпа 8 сантиметров Это мало Но Сорян В этот рюкзак У меня больше Ничего Не влазит Если бы сюда влазило Что-то побольше Я бы разумеется Брал бы с собой Вот такой вот рефлектор И в принципе Я его может быть И буду брать Когда Какая-то съемка будет Где действительно Без него не обойтись Вот эта уже побольше Это 90 на 120 Не сказать Чтобы он ростовой Все равно коротковатый Он уже 4 в 1 Нет 5 в 1 То есть у него 4 отражающих поверхностей И что самое Немаловажный Он еще может работать На просвет То есть На просвет Это можно Прикрывать кого-то И солнышко Будет через него Светить И давать Очень мягкий свет С мягкими тенями Еще так прикольно Делать Если где-то Ребят фотаешь Под деревом Да Каким-то И на них На лица падает Вот эта вот Пятнистость Такая Ветки Вот это вот Все отражение От листьев То есть Здесь световое пятно Здесь тени Они такие стоят Все как пантеры Как нет Пантеры Пантеры черные Селиком Как эти как Ягуары Наверное Вот они стоят Все пятнистые И ты их вот В этом В лесу Двигаешь Двигаешь Ищешь Участок Где-то Поплотнее Листья Или наоборот Где-то Просвет Солнечные Чтобы Хотя бы На лицах Этого Не было Этого Фигни А вот Эта штука Выручает Опять-таки Вылавливаешь Кого-то Из гостей Поадекватнее Потрезвее И просишь Подержать Они такие Да говно Вопрос Брата Сейчас Делаем Нет У меня нет Таких гостей На свадьбе У меня там Все культурные люди Это просто Я загадаю Так Вот Таких Куплен у меня Дешевый вариант Для бедных фотографов Вот это Вот сбру Я Йо-хо-хо-хо Йо-хо Паскакали Вот она Вот так вот Она одевается Покатали меня Большая черепаха Сюда вот Прикручиваются Камеры Ну нет В принципе Наверное Удобно Ну как-то Я не знаю Блять Таскать специально Какой-то ремень Для камер Когда У них уже есть ремень Одел на плечи Доходи Ну Не знаю Может быть Ой блять Голова застряла Мозгов много стало Ааа Вот Что еще рассказать Ааа Ну да Да-да-да Как же я совсем забыл Ведь у каждого Настоящего фотографа Особенно Страбуниста Страбуниста Есть Стойка Которую он Иногда Пыхтя И потерясь Берет с собой На съемки Чтобы там Поставить свой Раскладной Софтбокс Под софтбокс Поставить Красиво Модель Но это надо Что случая Если опять-таки Раба нет Ассистента Ааа Вот А как-то Выкручиваться Надо Поставить Модель Красиво И красиво Журнальненько На улице Днем с огнем Ее поснимать Вот У меня стойка Тяжелая Массивная 2,60 Ростом Трубы Обалденно Толстые Ноги Раскидываются Чуть ли не на метр С чем-то То есть Они там Вообще Разлет у них Такой Достаточно Хорошая штука Пока у меня Она еще не падала Ну я конечно Там Меры-то принимаю Камни какие-нибудь Поднавалить Или еще что-то Но Хорошая Хорошая Надежная Штуковина Вот Но Минус Обратный Минус Она очень тяжелая Прям иногда Идешь и думаешь Бля На хрена Лучше бы я легкую стойку взял Безветренно же сегодня Но С другой стороны Как сказал там этот Борис Бритва В фильме спиздили Вес это хорошо А Я люблю надежность Или что-то в этом духе А вес это хорошо Вес это надежность А для меня надежность Прежде всего В любом случае Если не сработает Можно всегда Улыбать по голове Вот Из этих же соображений Надежности Я Купил себе Вот этот штатив Отдал за него Много-много Бобосов Это вот Можно сказать Вторая дорогая у меня вещь После сигма 35 арт За которую мне не стыдно И Вот С которой я мог бы Играть в высшей лиге фотографов Таких Дорогих Богатых фотографов То есть Это вот Это штатив Вот этот Манфротосский То есть Если я захочу Прийти Если бы Были какие-то вечеринки Костюмированные фотографов Где бы они обязательно Ходили бы С своим оборудованием То есть Вот этих кожаных ремешках Здесь марки 4 Или там Никоны Д850 И висят А я бы тогда приходил Ну что Это же говно С собой брать Застремают Я бы приходил И на одном плече Нес бы вот этот штатив А в другой руке Как державу Нес бы 35-ку Ад И тогда бы они Такие косились Такие Что-то у тебя Маскарадный костюмчик Какой-то Беденький Но все-таки Из хороших компонентов Сшитый Вот Хороший штатив Он прям Неубиваемый Надежный Прочный На года Очень функциональный Устойчивый Про него можно много Рассказывать И в принципе У меня есть Какой-то такой Дико пафосный обзор В котором я там Который я назвал Как правильно выбрать штатив Или что-то в этом духе Вот я там Его сравниваю С каким-то Пластмассовым говном На котором сейчас Установлена вот эта камера Которая меня снимает Она как раз На пластмасске Какой-то установлена Вот Короче Без ума я от него И Прям не знаю Рад Радешенек Ну и все Больше у меня Пожалуй Пожалуй У меня ничего Больше и нет Вот А да Я видел все эти обзоры Которые другие Коллеги снимали Они там вставляли Свои фотки Ну вот То есть они рассказывают Например Вот я там Вот на этот объектив Я там снимаю 40% Фотографии Там свадебные И такие Чик-чик-чик Фотки вставляют А вот на этот Я снимаю Этот и фотки Чик-чик Я так делать не буду Ну Кому интересно Я не знаю Кому будет интересно По-моему Всем пофигу Наверное Что я там Как снимаю Меня в принципе Я никто И звать меня никак Поэтому Ну если вдруг Кто-то остро Заинтересуется Типа Чувак Ну а что ты там Про оборудование Своё рассказал А фоток не показал Ну пишите Я не знаю Там в личку Куда-нибудь Там как-то Я вам ссылочку Скину на Контач Там у меня Есть группа Там я фотки туда Накидываю Или на каком-нибудь Горько можете найти Краснодар Александра Селюнина Туда иногда Вываливаю Звёзд Неба не хватает Ремесленник От этого Знаете Человек Который Разговаривает Ртом И снимает Фотоаппарат То есть Что-то такое Вот Я не знаю Спасибо За просмотр Вот этого Дико Видоса Про меня Про меня Любимого Про моё Оборудование Никому не интересно Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Может быть Кто-то что-то Добавит Может я что-то Упустил И что-то ещё Должен иметь Настоящий фотограф Кроме того Что я перечислил Ну не то Что настоящий Фотограф А вообще В принципе Может быть У меня какой-то Архиважной штуки Нету А я и знать Не знаю Ну всё Всем пока Всем спасибо